Но к ЖКС семифон существенно Существует закон частного законопроекта Частный закон на научной помощи в человечестве Я участвую на распределение оценки В пределах и не бывает так Писаны гражданами и зиполиками Про вашим законам я называю закон естественный Здравствуйте, уважаемые телезрители Эфир телеканала РГВК «Дагестан» продолжает правовое поле В последнее время большинство автовладельцев нашей республики столкнулось с так называемой процедурой регистрации газобаллонного оборудования. Всем, кто решил поменять бензобак на газовый баллон, необходимо знать о том, как избежать административной ответственности и получить все необходимые по закону документы. Об этом мы говорим сегодня в ближайшие полчаса с нашими гостями. У нас в студии заместитель начальника отдела надзора управления Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по республике Дагестан Гаджи Багомедов Руслан Камалудинович и юрист-специалист в области автоправа Абдурахманов Рустам Магомедович. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы знаем, что газобаллонное оборудование, особенно в последнее время, в такое непростое экономическое, становится все более популярным. Каждый километр езды на газе обходится в среднем на треть дешевле, чем на бензине. С чего вдруг таким острым ребром стал вопрос о том, что необходимо получать на газовые баллоны разрешительные документы? С 1 января 2015 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза, называется он «О безопасности колесных транспортных средств», где четко прописано, что любое внесение изменений в конструкцию, в том числе установка газобаллонного оборудования, должна проходить под контролем ГИБДД и регистрироваться соответствующим образом, то есть с отметкой в регистрационных документах. То есть есть положение, было до этого тоже, что изменение конструкции необходимо регистрировать. И, значит, приравняли установку газобаллонного оборудования к изменению конструкции автотранспортного средства, так? Да, раньше действовал приказ номер 1240 в этой части, там тоже были требования регистрировать изменения в конструкцию транспортного средства, но не было однозначного толкования, является ли установка ГБО внесением изменений в конструкцию транспортного средства, вступлением в силу технического регламента безопасности колесных транспортных средств. Это изменение, скажем так, официально узаконили как внесением изменений в конструкцию транспортного средства, поэтому в силу этого вот такой вот жесткий подход, ну, то есть однозначный подход. То есть для тех, кто думает, что это вот какая-то прям последняя волна, чуть ли не вот в сентябре, значит, изменились законы, то есть мы понимаем, что на самом деле новые правила действуют уже два года? Фактически да. Мы знали, что для Дагестана решение этого вопроса будет очень актуальным, злободненным по сравнению с Российской Федерацией, где автовладельцы неохотно переходят на газ. В Дагестане это носит массовый характер. И шла подготовительная информационная работа, разъяснительная работа. Разъяснялось, говорилось. Более того, встреча с руководством автотранспортных предприятий, эти вопросы мы затрагивали, давали сроки. И, ну, все, как говорится, надо соблюдать закон, выполнять его. К законодательным предписаниям. На сегодняшний день управление транспортным средством с газовым баллоном, который не зарегистрирован, влечет за собой административную ответственность. По какой статье, Рустам, подсказывайте? 25, часть 1. Штраф предусмотрен 500 рублей и последующее прекращение регистрации транспортного средства. А правда, что при совершении данного правонарушения запрещается эксплуатация такого транспортного средства и регистрационные знаки подлежат снятию? На самом деле многочисленные жалобы приходят пассажиры автобусов, родственники, сами водители, не разобравшись, пишут заявление, что да, вот за то, что у меня установлен газобаллон оборудования, у меня сняли номера. Это не так. Снимают номера в связи с тем, что эти номера аннулированы, они прекращена регистрация. То есть ранее, ранее, в ходе профилактических мероприятий, в ходе надзора за дорожным движением, инспектора ДПС уже составляли административный материал в отношении данного водителя за то, что у него было установлено газобаллонное оборудование. И не было зарегистрировано. И не было зарегистрировано. Были собраны материалы на аннуленную регистрацию. Регистрация аннулирована, прекращена. В связи с этим эти регистрационные знаки находятся в розыске, как утерянные, как утраченные, как аннулированные. Только в этом случае снимаются номера. Других видов нарушений, наказаний, как снятия номеров, нет. Давно уже нет, отменили его. У меня вопрос. А бывают вообще такие транспортные средства, которые вообще нельзя переоборудовать? Школьные автобусы, транспортные средства, которые осуществляют специальные перевозки. Это автомобили, скорая помощь, оперативных служб и транспортные средства, которые осуществляют перевозку детей. Да, привлекательно, кажется, для руководителя образовательных учреждений перевезти автобусы на установку газобалона, вроде бы, категорически нет. То есть, в случае с частными автовладельцами и легковыми автомобилями, там практически 100% любое автотранспортное средство можно переоборудовать, соблюдая при этом процедуру? Да. Лишь бы установка данного транспортного средства была сертифицирована. То есть, данный газовый баллон должен сертифицирован, применительно быть к этому автомобилю. Там всегда сертификаты, в сертификатах перечисляются или марки машин, или типы транспортных средств, на которые допускается установка данного газобалонного оборудования. Вы знаете, я вчера, исследуя данную тему в сети интернет, наткнулась на очень большую порцию разных советов различных юристов о том, что, извините, вообще эта процедура незаконна и не имеет право сотрудники ГИБДД у вас спрашивать о регистрации газобалонного оборудования. Быть может, вот эти такие, значит, медвежьи услуги, такие антисоветы тоже вносят свою лепту в разговоры о том, что нужно ли регистрировать, либо нет? Технический регламент был принят в 2011 году. И для лиц, которые хотели бы внести изменения какие-то, соответствующие поправки, время было достаточно. Опять-таки, мы давали время водителям и руководителям автотранспортных предприятий, чтобы они принимали меры по приведению соответствия своих транспортных средств, требования в законодательстве, требования этого технического регламента. Это один момент. Я еще хотел на что обратить внимание. Стоило госавтоинспекцию чуть активизировать работу в этом плане, сразу активизировать не только юристы, но и так называемые затейщики, застрельщики, что ли, протестных акций. Все вы помните, наверное, 21 октября была попытка блокировать автодорогу проспекта Ковшинска. Была попытка блокировать автодорогу. В самой блокировке-то не было движения. Когда стали разбираться, кто этот зачинщик, они были задержаны, составлены административные соответствующие материалы. Молодой парень, 94-93 года рождения, у которого 45 неисполненных протоколов в течение короткого времени. Он молодой водитель, у него стажа-то практически нет. 45 неисполненных протоколов, и все причем такие серьезные нарушения. Человек, он уже по натуре, он не хочет соблюдать законы, ему нужен был любой повод, чтобы поднять шум, чтобы на него обратили внимание. И такие моменты тоже есть, чтобы люди прислушивались, прежде чем смотрели, может быть, тех людей, которые дают эти советы, а что они из себя представляют. Вот этот момент я бы хотел еще вопрос. Трустам не даст, наверное, соврать. Он наверняка консультирует ни одного автовладельца о том, что необходимо пройти данную процедуру. Да, она не из легких. Мы сегодня поговорим о том, что нужно пройти определенные стадии, но давать советы о том, что этого не нужно делать, это, по крайней мере, непрофессионально, на мой взгляд. Да, я бы не советовал, скажем так, становиться в позу некоторым водителям. В любом случае, закон он вступил в силу с 1 января. Рано или поздно, если вы намерены эксплуатировать машину с газооболонным оборудованием, вам это сделать придется. И лучше это сделать до того момента, пока в отношении вашей машины будет прекращена регистрация, чем по факту уже бегать, восстановить регистрацию, регистрировать газооболонное оборудование. Но тут дело, знаете, в чем еще один? Дело в том, что, несмотря на то, что уже второй год этот регламент действует, в первую очередь, до населения, до водителей, необходимо было донести процедуру регистрации. Я тоже с себя вины не снимаю, потому что я тоже журналист и, скажем так, специализируюсь в этой части, и толком это направление не было раскрыто в средствах массовой информации, как это все делать, где это можно сделать. Если даже органы ГИБДД не могут указывать, где это можно сделать, то хотя бы порядок раскрыть пошагово, подетально необходимо было бы, потому что, знаете, наши водители, большая часть наших водителей, они юридическими терминами и юридическим языком не владеют, а то, что написано в этом техническом регламенте, не всякий юрист может переварить. Рустам, я владею навыками чтения технических регламентов и вообще других административных регламентов. Я хочу признаться, я вчера просто поломала голову над определением того, как пройти вот эти все стадии. То есть, значит, сначала получить положительное заключение, а потом обратно в структуру ГАИ, потом обратно к тем, кто выдал положительное заключение, а потом лицензии. Я просто потерялась в какой-то момент на том, где, значит, какая стадия и какова последовательность данных действий. Давайте попробуем все-таки разъяснить. Ну вот такая первая классическая ситуация, которая, наверное, в процентном соотношении, ну, наверное, 10 из 100, это когда человек приобрел автомобиль, у него нет газового баллона, и, значит, он хочет пойти в фирму, купить газовый баллон и пройти соответствующую процедуру. Что ему нужно сделать? Во-первых, зайти на сайт Росаккредитации, там есть реестр испытательных лабораторий, которые могут выдавать соответствующие заключения. Он ознакомливается их, по крайней мере, до октября в Российской Федерации было порядка 38. Обращается к ним, узнает условия, какие у них, далее отправляет свои документы, копию документов, сканирует, отправляет фотографию автомобиля свою, отправляет туда, на эту фирму, испытательную лабораторию. Ему дают предварительное заключение о допустимости установки газового баллона на такой-то автомобиль. С этим предварительным заключением он идет в госавтоинспекцию, пишет заявление. Мы проверяем его по всем информационным базам нашим оперативным. То есть, значит, левровский автомобиль, имеются ли ограничения какие-то, и вообще, вообще, технически, тот ли автомобиль, который был указан в предварительном заключении. Получив наше добро, водитель обращается в установочный центр, где устанавливают газовые баллоны. Устанавливает газовый баллон оборудования, ему дает установщик заявление, декларацию, копии сертификатов на газовый баллон, паспорт газового баллона, сертификат о том, что его услуга сертифицирована, этот установщик. И весь этот пакет опять отправляется вместе с фотографиями в воспитательную лабораторию с помощью интернета. Получается оттуда уже заключение о внесенных изменениях. Вот весь этот пакет документов опять надо, необходимо представить в ГАИ, где в течение месяца рассматривается заявление. Дается наше свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства. Получив этот документ, он идет в регистрационное подразделение, регистрирует, уплачивает соответствующие пошлины, конечно, 800 рублей. Получив отметку, все, водитель является, как говорится, законопослушным автовладельцем, у которого все внесенные изменения зарегистрированы. То есть конечная стадия – это та самая отметка? Да, регистрация в регистрационных документах, отметка в регистрационных документах. Рустам, сколько по времени может занимать вся эта процедура, начиная с поиска фирмы, которая может выдать вот такие документы? Ну, с поиском фирмы и получением документов от установщика газа – это кому как повезет. В случае, когда водитель уже сдал все необходимые документы в МРЭО или в техотдел, следуя регламенту, предельный срок – 30 дней. Дело в том, что, насколько я понял, Устан Камаладинович на последней пресс-конференции руководитель управления ГИБДД по республике Дагестан. Он сказал мнение, что машиной, то есть любым транспортным средством управлять запрещено, пока в соответствующей отметке не будет свидетельства о регистрации транспортного средства. Но в то же время есть разъяснение Департамента безопасности дорожного движения Российской Федерации, замначальника, ваш коллега, замначальника по техническому контролю и надзору, который сказал, что в случае, если водитель документы сдал в органы ГИБДД и формально получил разрешение, то есть с момента получения разрешения до получения отметки в техпаспорте, ну, как я уже сказал, согласно регламенту, проходит максимум 30 дней. Он управлять вот в течение этих 30 дней имеет право и в случае составления отношения его протокола, он может успешно его обжаловать. То есть на последней стадии, когда он все собрал и отдал, и на его заявление, значит, есть отметка о том, что он все отдал в соответствующие структуры ГИБДД. Я глубоко уважаю человека, который сказал, я знаю, Чапурин, начальник отдела технического надзора, главка. Опять-таки, это его разъяснение установщикам, представителям установочной компании. Вместе с тем, в правилах дорожного движения есть перечень неисправностей и условий, при наличии которых запрещается эксплуатация, где четко написано, пункт 7.18. Запрещается эксплуатация транспортных средств с несенными изменениями без соответствующего разрешения ГИБДД. Раз ГИБДД разрешение еще не дал, значит, эксплуатация запрещена. А есть ли судебная практика, Рустам, по этому поводу? Может, нужно суду уже включиться и здесь понять, как толковать данную норму и на какой стадии возможно либо невозможно управление транспортным средством? Судебная практика есть. И в Карабдахкенте суд мы выиграли. Сейчас мы судимся буквально на днях. Я сам принимал участие в заседании. Там единственная сила технических моментов, там пришлось перенести. Есть. Судебная практика есть, где на самом деле, ну, то есть, и вполне оправданно, там выносится постановление обмитительного характера в отношении водителя. Но судебная практика в том плане, что без отсутствия разрешения, то есть, ну, без зарегистрированных разрешений, регистрация прекращается. И, ну, вот этот момент водители в основном стараются обжаловать. Я же говорю немножко о другом. С момента, когда водитель сдал все документы в органы ГИБДД, фактически у него разрешение на руках уже есть. То есть, ему разрешено вносить изменение в конструкцию. Просто с момента получения разрешения до того момента, пока эта отметка появится в техпаспорте, ну, как я сказал, уже проходит 30 дней. И вопрос, Руслан Калонович, там был от представителя СМИ именно в этой части. Возможно ли управление в этот промежуток? Ну, судя по ответу, там он был однозначный управлять. Раз есть разрешение, в пункте 7.18 перечня неисправностей, о котором мы говорим, там фабула этого пункта такая, что запрещено там управлять транспортным средством с внесенными изменениями в конструкцию транспортных средств без разрешения ГИБДД. Формальное разрешение на руках у человека есть. Единственное, ему надо подождать, пока это разрешение появится в техпаспорте. Ну, это коллизия юридическая. Сейчас спор, может быть, чуть-чуть несовершенствия закона. Это как раз наша тема. Это вот тема нашего телепроекта. Я думаю, что это как раз основание для, быть может, совместного обращения в структуры Госинспекции безопасности дорожного движения на федеральном уровне для того, чтобы дали разъяснение по данному пункту. Можно ли управлять при подаче заявления и наличии отметки о том, что вот последнюю стадию человек сейчас проходит, либо нет. Практика, она всегда складывается годами. Дело в том, что основная волна возмущения водителей основывалась на том, что вот эти вот, скажем так, ну, эти документы собрать, в принципе, недолго и сдать тоже подразделение ГАИ недолго. Самая основная часть процесса – это ожидание. Вот я думаю, у нас в управлении ГИБДД некровожадные, скажем так, ну, коллеги сидят, да, и я думаю, в этой части они пойдут навстречу. Если формальное разрешение у водителя будет, то, я думаю, там не составляет проблемы дать разъяснение сотрудникам ГАИ, которые работают на земле, чтобы, скажем так, такого пристального внимания именно тем, кто уже сдал документы, имеет на руках зарегистрированное заявление в ГАИ. Ну, скажем так, не... Потому что все-таки 30 дней, например, для водителей маршрутного такси – это, во-первых, определенное ограничение для тех, кто пользуется общественным транспортом. Вот среди нас троих, наверное, я такая одна. Вот. И, соответственно, по поводу предпринимательской деятельности самого водителя автотранспортного средства. Про вашим законам я не знаю законности. Для тех, кто только что подключился к телеканалу РГВК «Дагестан», это правовое поле, сегодня мы обсуждаем регистрацию газобаллонного оборудования. У нас в гостях заместитель начальника отдела надзора Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Дагестан Гаджи Багомедов Руслан Камалудинович и юрист, специалист в области автоправа Абдурахманов Рустам Магомедович. Рустам, насколько водители сегодня осведомлены и готовы проходить всю процедуру так, как того требует закон? Есть ли уже среди них понимание того, как нужно все это соблюсти? Особенно в тех случаях, в классических случаях наших дагестанских, когда установили баллон, неизвестно, когда ему некоторые даже купили автотранспортное средство уже с баллоном. Я вот когда был на последней пресс-конференции управления ГАИ, были руководители многих автопредприятий республики, которые выражали, скажем так, согласие, они готовы были зарегистрировать эти изменения. Но дело в том, что все касалось во время, то есть все упиралось во время. Была просьба с их стороны дать время небольшое, прозвучал соответствующий отказ от управления, начальника управления. Но и ту сторону понять можно. Дело в том, что сотрудники, то есть начальник управления, он не самостоятельный, он обязан исполнять закон. И понять можно и руководители автопредприятия. Дело в том, что количество транспорта, на которое уставлено газобаллонное оборудование в республике, оно огромное. И переварить все эти документы, которые водители предоставят, в такой короткий срок... А ресурсы, в том числе человеческие, в управлении, конечно, ограничены. Вот с этим все связано. И с одной стороны, и ту сторону понять можно. И есть определенные трудности в самом управлении ГАИ с человеческими ресурсами. И с тем огромным количеством валов документов, которые сейчас получают регистрацию. Руслан Камалдинович, о каких объемах мы говорим? Сколько это автотранспортных средств? Как вообще идет сегодня процесс регистрации? Быть может, есть какие-то промежуточные уже проценты выявленные? Ну, во-первых, говоря о ресурсах. Хочу сказать сразу, что буквально недели две, как рассмотрение заявлений водителя, автовладельца о внесении изменений в газобаллонное оборудование, передано сотрудникам технодзоров крупных городов. Во всех городах, кроме Сухокумска и Дагогней, сотрудники Костехнодзора могут теперь рассматривать заявление. То есть на местах? На местах, чтобы водителям не гонять машину сюда, в Махачкалу, чтобы не ездить сюда неоднократно. Ну и опять-таки, чтобы вал снизить и ускорить эту процедуру, чтобы не в 30 дней. 30 дней это формально. Стараемся идти на встречу. Это максимальный срок? Больше 30? Да, по которому больше не должны идти. Вся эта активизация, эта работа началась у нас в апреле месяце. Начиная с апреля по середину ноября, порядка 4-5 тысяч уже выдано разрешений. Хочу отдать должное управлению ГАИ и в целом органам ГИБДД. Дело в том, что вот это требование установить, то есть зарегистрировать газобаллонное оборудование, оно касается не только пассажироперевозчиков, оно касается любого транспортного средства, легковое и так далее, на которое это газобаллонное оборудование было установлено. Дело в том, что понимая сейчас ту ситуацию, с которой они могут столкнуться, то есть все водители, органы ГИБДД пока, скажем так, взялись из-за пассажироперевозчиков. Я не знаю, насколько это правда или нет, но говорят, что с нового года будут уже такие же требования предъявляться и к остальным транспортным средствам. Формально они предъявляются? Формально, да. Ну, пока, скажем так, у жесткого требования в отношении владельцев транспортным средствам обычных легковых до 3,5 тонн. Будут ли проверять частников? Мы сейчас проверяем. Сейчас проверяем. Просто, опять-таки, рекомендуем инспекторам ДПС не составлять, не привлекать к административной ответственности водителей легкового транспорта, грузового транспорта, ну, до 3,5 тонн, которые оборудованы газобаллонами. Однако наши коллеги за пределами, ребята, которые выезжают за пределы, рассказывают, что там уже требования очень жесткие. То есть расслабляться они стоят? Стоит активизироваться и получать документы? Все правильно. Чтобы не откладывать до 30 декабря, до 31 декабря, когда вал начнется, вот, мне кажется, говорят, что с 1 января. Такой жесткой даты не было, не ставилось оно. Мы просто водителям, владельцам рекомендовали. Да, извините, когда закончим работать с пассажирским транспортом, будем работать, контролировать теперь владельцев легкового транспорта. Стоит активизироваться? Не стоит откладывать для участников тоже решение этого вопроса в какой-то дальний ящик. Рустам, скажите, пожалуйста, в среднем тому, кто решил взяться за оформление всех документов, во сколько это обойдется? Фиксированные, скажем так, ставки есть две. То есть это даже не ставки, это официально установленный размер госпошлин за внесение изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства в особой отметке госпошлина 800 рублей. В процессе регистрации ГБО, газобаллонного оборудования, необходимо пройти техосмотр. Официальная стоимость техосмотра, проведение техосмотра 500 рублей на специализированных станциях. А все остальные деньги там, это все уже те центры, где устанавливают газобаллонное оборудование, у них уже, скажем так, ставки варьируются. У кого 4 500, у кого 6, 7 и так далее. Ну, то есть тут уже экономический интерес и конкуренция все будут решать. И потом это все частные фирмы, и как бы нет единого ценообразования, то есть они вправе устанавливать за свои услуги те суммы, которые они считают, что они вправе. Для тех, кто собирает эти документы, насколько сегодня ресурсы вот этих фирм, которые их выдают, они доступны? Развит ли этот рынок у нас в республике Дагестан? В интернете есть информация о том, что есть определенные фирмы. У меня, конечно, сложилось определенное впечатление. Я, например, на контакты некоторых из них просто не могла выйти. Есть информация, что есть такие фирмы. Вот мы даже хотели их пригласить сюда, чтобы они рассказали о том, как они выдают данные документы, как они согласовывают эту процедуру, как они ее проходят. Но, к сожалению, не получилось добыть контакты, потому что интернет выводил на какие-то сайты, и вот на этих сайтах вообще контактов не было. А я знаю, что позиция управления ГИБДД о том, что не вывешивать контакты данных фирм в ваших офисах, чтобы не было никаких вопросов о коррупции. Мы дистанцируемся от них специально. Да, мы знаем, где устанавливают, мы знаем адреса, мы знаем, кто это. Почему? Потому что эти люди приходят с документом, проверяем, контролируем. Однако дистанцируемся от них. И всегда в заявлениях, и выходим, показываем в сайт, вернее, адрес, ссылку на сайт Росаккредитации. Говорим, вот обращайтесь сюда. Это один момент. И вот хотел бы, пользуясь случаем, еще раз обратиться к нашим землякам. Те суммы, о которых произносились, сумма, размеры, они не идут ГАИ. Это не ГАИ собирает эти деньги. Нет. Мы единственное требуем от людей квитанцию об уплате госпошлиной ГАИ 800 рублей. В маршрутках, сами водители маршруты, пассажирами эту тему обсуждают. Ихние жены пишут на сайт президента Путину, там есть женщина, закидала она его. 8 тысяч гаишники хамы, пока им не дадут, вот номера снимают. Но не разобравшись, ничего, так огульно, ахально обхаивать. Никаких схем нет у нас. Мы дистанцируемся от этого. Никаких схем, если кто-то говорит, что там идет ГАИ, поверьте мне, это неправда. Вот эти 5 тысяч человек, которые прошли, можете опросить у них, спросить, сколько они отдали в ГАИ, чтобы получить эти разрешения. По любому поводу, если у кого-то есть какое-то сомнение в объективности сотрудника, который принимает документы, куда можно будет обратиться и пожаловаться? Есть телефон доверия МВД 984848. Пожалуйста, на сайт госавтоинспекции МВД России. Причем, я скажу, активно отстаивают свои интересы. Владельцы очень много жалоб, заявлений поступают. Но нисколько даже жалоб. Они, причем, объективно оценивают. Да, мы видим, что загружены сотрудники ГАИ. Хотелось бы, чтобы ускорить эту процедуру. И причем жалуются именно те, чьи даже по нормативам, даже еще месяца не прошло, например. И такие моменты бывают. Буквально приходят они, заявления уже... Побыстрее хочется. А может ли возникнуть на практике такая ситуация, когда вот те фирмы, которые дают предварительные заключения, скажут, вы знаете, ваш баллон, он неправильный, нехороший, вам нужно его снять. Вот вы у нас купите баллон, и мы вам все документы тоже выдадим. В этой части водителя есть выбор. Есть много, ну, в данный момент есть много центров, где он может эти документы получить. Поэтому, если в одном центре ему скажут так, он вправе обратиться в другой центр, где дадут ему данные документы. То есть конкуренция сегодня есть? К сожалению, она не всегда честная бывает. На самом деле, есть такие установщики, которые проявляют принципиальность и говорят, твоему баллону больше 10 лет, его надо снять. Я тебе не дам документы. И он находит таких людей, которые... Мы иногда... Попадают нам такие документы, такие заявления, в общем, туда прикладывают документы на один баллон, визуально мы смотрим, совсем другое. Такие моменты тоже есть. Есть установщики, которые... Тут лишь бы пойти навстречу, как говорится, человек, который платит деньги, готовый там установить и три баллона метановых, например, что категорически запрещено там при пассажиром местимости, например, 13 человек и так далее. То есть с возникновением этого сегмента рынка также возникает необходимость контроля за данными фирмами, которые занимаются оформлением таких документов, без которых, в принципе, нельзя управлять автотранспортным средством? А здесь хотелось бы еще добавить один технический вопрос. При вот этом осмотре, который проводят квалифицированные специалисты, нужно ли осуществлять демонтаж? Вот в интернете тоже часто это обсуждается. Одни говорят, что нет, ничего не нужно, открыли, посмотрели, достаточно. Другие говорят, нет, полностью снимите баллон, и потом, значит, мы посмотрим. Формально, по закону, да, должны сниматься. Мы идем на встречу, мы не обращаем внимания на эту процедуру, знаем, что в любом случае это будет затруднять положение, всю ситуацию для владельца. Мы закрываем на это глаза. Опять-таки, согласовав это с Москвой, с главком, нам на встречу пошли, сказали, закрывайте на это глаза, пропустите эту процедуру, первичную пропускайте ее, просто проявляйте по базам информационных, в розыске, значит, нет. Да, ну, в принципе, да, здесь в этих требованиях, насколько я знаю и наслышан от водителей, которые установили газоболонный оборудование, таких требований не предъявлялось. Подчеркивая важность именно сектора пассажироперевозок, хочется спросить, как сегодня владельцы маршрутных такси справляются с оформлением данных документов? Как вы считаете, что прошла ли первая волна недовольств? Для тех, кто пользуется общественным транспортом, его нехватка, которая возникла частично в связи с регистрацией, необходимостью регистрации, она все-таки ощущается? Можно вопрос и по-другому поставить. Прежде чем этот человек вышел на маршрут, ну, выиграл какой-то конкурс, как этих перевозчиков допустили к перевозке пассажиров? Фактически. Кстати, тут есть ответственность и тех, кто выдает, значит, талон, да, путевые листы. Ну, я-то беру чуть выше. Те, кто участвовал, проводил конкурсы на допуск тех автотранспортных предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые сейчас в городе Махачкале занимаются пассажирскими перевозками. Состав комиссии был утвержден правительством, там были включены сотрудники ГИБДД. Для меня было, честно, неожиданно. Я сам член этой комиссии. Оказалось, комиссия уже прошла успешно, там есть фирмы, которые допущены. Однако ни я, ни второй там сотрудник ГИБДД на заседание этой комиссии не были приглашены. А так бы обязательно мы бы эти темы озвучили, наши требования, и не было бы, может быть, этого же самого коллапса. Сейчас выходят из ситуации, каким образом заставляют сами же руководители автотранспортных предприятий снимать газовые баллоны, и водители, хоть тяжело, но ездят на бензине. Передвигаясь по городу, обычно вот раньше едешь сзади газели, видно, что у него внизу, там, где должна стоять запаска, стоят газовые баллоны. Сейчас очень редко видны эти баллоны, машины ездят без баллонов, что означает, что либо водитель снял баллоны, либо он отдал документы на регистрацию. Последняя инстанция, куда он должен обращаться, чтобы внести изменения, получить отметку, то есть технический паспорт этому району, на данный момент не способна переварить данный поток. Я уже сейчас вижу, какие топы там водители собираются, и очень много выражает недовольствие качеством приема документов. То есть водители тратят много времени. Даже записываясь через госуслуги, уже очередь есть на 9 дней, что раньше вообще, в принципе, даже на 2 дня очереди не было. Сейчас уже на 9 дней очередь выстраиваться. Это говорит о том, что МРЭУ ГИБДД, она пока не способна оформить такое количество документов. А когда водители уже обычных транспортных средств начнут обращаться за оформлением ГБО, видимо, ситуация будет только ухудшаться. И еще один момент есть, что инспектор МРЭУ требует непредусмотренные законом, то есть документы, которые указаны в перечне, да, с водителя требуют справку об отсутствии с должности по административным штрафам. Данный документ не указан в перечне тех документов, которые водитель обязан сдавать, но без этой справки документы просто не принимают. Почему водители, например, не жалуются там же руководству соответствующего МРЭУ и вышестоящей инстанции? Потому что на самом деле требовать тех справок, которые не предусмотрены законом, запущены? Кто-то, видимо, жалуется. Вряд ли будут люди, ну, то есть все, да, молчат. Видимо, кто-то жалуется. Но дело в том, что даже несмотря на наличие жалоб, ситуация не меняется. Как требовали часто, так и продолжают требовать. Мы оберегаем водителей от ситуации, когда они где-нибудь там, осуществляя перевозку, на середине маршрута будут остановлены сотрудники МГБДД и из-за большого количества неуплаченных штрафов этого водителя могут привлечь к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса административных правонарушений, которым предусматривает даже, вы знаете прекрасно, это арест, задержание до 15 суток. До 15 суток. Или работу принудительную. Вот, как, например, сейчас приводят в Москве девочка, которая управляла с этим Геленвагеном, превышала, нарушала, сейчас привлекли ее к испытательным, принудительным работам, будет работать дворником. Да, идем, чуть-чуть идем, отклонение идет у нас, но опять-таки они вызваны только хорошим, это вопрос исполнения от этих административных материалов. Может быть и не было бы того случая, когда, я как вам приводил пример, молодой парень, 1994 года, 46 не исполнил протоколов. Когда сразу он будет оплачивать эти штрафы, может быть, в следующий раз, прежде чем нажать на педаль газа, он будет думать о тех штрафах и о тех последствиях, которые может привести это все. Как человек, который ежедневно пользуется услугами маршрутных такси, хочу сказать о том, что уровень профессионализма, конечно, наших водителей, и умение отстаивать свои интересы, тоже оставляет желать лучшего. Вот Рустам не даст соврать, при приглашении для обсуждения данной передачи мы даже пытались выйти на некоторых водителей и просто позвать их для того, чтобы они поучаствовали в этой беседе и сказали, какие, допустим, у них есть проблемы, с чем они сталкиваются. Я всегда говорю, для того, чтобы защищать свои интересы, нужно это делать грамотно. И почему бы, допустим, не создать тем же водителям, давно стоит вопрос о том, почему бы не создать им профсоюз для защиты своих прав, но, к сожалению, они тоже действуют, как лебедь, рак и щука, и порой просто не умеют как от государственных органов требовать исполнения их соответствующих обязанностей, так и к себе предъявлять такие требования, чтобы потом перед пассажиром отвечать. Дорогие гости, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас за то, что приняли мое приглашение на участие в данном проекте, о том, чтобы грамотно разъяснили о том, как необходимо собирать документы и регистрировать газово-баллонное оборудование. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю. Это был телепроект «Правовое поле» и я, Дина Бегишиева. Знайте свои права. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова